Некоторые думают, почему одним мужикам все, а другим ничего. Да, мне все. Да, я наглый. Да, мне везет. Почему, спрашивается? А потому что только самые красивые, очаровательные девушки приходят сегодня в эфир. Понимаете? Вот. И сегодня у меня счастье, у меня праздник. У меня, дорогие друзья, Елена Максима! Ваши классные hands up everybody. Привет, ну как дела? Ты крутой. Я? Да. Я прямо сейчас это поняла. Ну реально, просто ты очень быстро все, все, что нужно будет. Я на Родионе и на Вахтанге я тренировался, потому что я знал, что придешь ты. Спасибо, Мила. Я в восторге. Ты меня уже, можешь сказать, покорил и вообще. Да? Да. Две. Спасибо. Даже две? Да. Я тебе хочу сказать, что как бы я-то две, но вот жена, жена, она смотрела и болела. Вау, спасибо большое. Привет жене обязательно. Танюш, привет. Танечка, спасибо большое. Продолжайте, продолжайте болеть, смотрите, радоваться. И я буду радоваться вместе с вами, потому что у вас замечательный муж, и вообще он прекрасно все делает. И у него красивая рубашка к цвету. Я действительно пригласил, что все сделаю, иначе бы эта тема от меня ушла. Украли. Такая ситуация. В эфире. В эфире. Прямо в прямом эфире. Я буду говорить. Знаете, о чем я сейчас буду говорить? А ты знаешь, некоторые выбирают эту профессию, мужики. Вот как мне. Давай поговорим о искусстве. Давай. Не уходи от меня. Я уж поняла, ты не уйдешь. Значит, из одного, одно шоу практически так училось, а вот сейчас вот второе шоу на первом. Ну что, ну давай, приоткрой завесу тайм. Что там происходит? Ой, не поверишь, там происходит все. Это совершенно другая жизнь. Ты чувствуешь, как немножечко у тебя тихо шифером шурша. Едет крыша. Едет крыша не спеша, да. Один герой сменяет другого. И ты знаешь, я уже переживаю, когда снимаю весь этот грим каждый раз, когда мы меняем персонажа. Я понимаю, что я буду по нему скучать. Я уже хожу, я хочу делать вот это движение, вот это. И я жду того момента, когда я буду просыпаться ночью, вздрагивать, говорит, кто я? Или свою дочку спрашивать. Диана, срочно, срочно напомни, как меня зовут? Как мне? Лена. Все. Замечательно. А дочке сколько? 13. 13 лет? Да. Слушай, ну это, я думаю, что тебе, я буду тебе отзванивать. У меня дочке полтора, поэтому я буду отзваниваться, чтобы ты... Слушай, я тебе столько всего расскажу. Даже еще? Каждый год. Потому что каждый год у тебя будут какие-то новые истории. И в принципе, чтобы ты был готов, можно заранее рассказать. Ты сейчас не знаешь, чем она занимает, это просто вот она, как только она пошла, она начала мне помогать, собираться. Она везде ходит, деловой закрывает двери. Я недавно собрался в Москву, собрал чемодан, пришел, а в чемодане остались только тапочки. Причем тапочки моей тещи, как бы, непонятно оттуда. То есть она все разбирает, она все рушит. У меня Полина просто, это, это адидас. А, Полина адидас, слушай, круто, ну, прекрасный возраст. И дальше будет еще интереснее. Да? Ну, то есть если она в какой-то момент захочет стать певицей, то я думаю, что как бы съездишь в Москву, позвоню Максиму и дальше. Слушай, сейчас она у тебя чемодан разбирает, потом она будет тоже чемоданом. Где подарки, где подарки, папа что купил, где мое платье, где что. Я такая смазня, она показывает пальцем, я уже бегу это брать. Ай, как это бро, котел! Я не знаю, меня даже, а жена даже бьет за это. Так, жена, счастливая обладательница прекрасного замечательного мужа, прекрасного отца, который ничего не жалеет для своих прекрасных девочек. Это круто, это круто, подтверждаю, респектую. А стоило только лени пообещать гастроли по Южноуральскому федеральному округу. Все, понимаешь, все уже отлично. Расскажи, пожалуйста, мне вот это. Все, поехали в Южноуральскому федеральному округу. Прекрасно там, все окружим по этому округу. Так а почему нет тогда, Господи? Покружим. Сейчас тебе закончится вот это вот шоу, как бы, да, я думаю, что сколько еще будет идти? О, Боже, оно будет идти еще очень долго. Так это же прекрасно! 14-15! Это прекрасно! Прекрасно! Это 14 разных гримов, это 14 репетиционных пирм. Мне просто Газманов сказал, что они вчера начали репетировать в 2, а закончили, он не помнит во сколько. Нет, ну смотри, мы начали репетировать, может быть, даже в 2, но вот я, например, начала репетировать в 12, потому что у меня был первый номер по графику съемок, в 12 мы начали репетировать, съемка закончилась где-то около 2 ночи, а потом я еще поехала в студию. И сегодня я из этой студии выползла только вот прямо сейчас, вот купила себе вот буквально вот платье 5 минут назад, у вас тут рядышком, а вот, 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 купила себе платье, потому что пришлось ночевать в студии из-за того, что записывала песню, а нужно было ее срочно сдавать, то есть вот такая интересная жизнь у меня. Слушай, ну она красивая девушка, еще не один, все прекрасно будет. Спасибо большое. Ну ладно, здесь она купила разрушку. Я сейчас пойду верну, что-то переживаю. Ну конечно. А ты что, она с вами была, да, беру? Там специальная такая штучка, знаешь, как делается, и все. Я так же делаю, понимаешь, я обычно в ресторанах беру, скажу, не вкусно, а там не подошло. Вот, возврат всегда есть. Вопрос тебе, как поменялась ваша жизнь после проекта Голст? Ну, как поменялась? Ну, я похудела, появились там лишние какие-то морщины, то есть какие-то загоны, какие-то болезни, то есть очень многое в своем появилось. Голоса. Голоса, я стала слышать голоса. Мама, мама, сейчас я вернусь. Короче, не переживаю, у меня просто там сейчас герои, герои толпятся. У меня герои толпятся из моего нового шоу. Да? Они толпятся и кричат, Лена, тебе скоро с нами очень близко надо будет находиться. Изменилась очень сильно. Если серьезно, если честно, конечно же, изменилась, стало очень много творческих, интересных предложений. Жизнь стала такая вся активная. То, что мне нравится. Голос рождает предложение, как бы, да, потому что есть люди достойные, которых нужно показать в эфире федеральном на всю страну, и тогда о них узнают, и как бы, да, а есть люди, которые сидят и прозевают, как бы, да, есть люди недостойные, которых надо выбирать из федерального эфира. Ты в первом шоу в эфире федеральном на всю страну. Ужас какой! Ты сейчас вообще сказал какие-то... Я этого чуть-чуть даже дешу. Приговор за приговором озвучил. Я 40 лет работал в Бэри Флэме. Я могу говорить очень долго. Все, понятно. Слушай, хорошо. Какие вы ставите перед собой творческие цели на текущий год, 2015? Сейчас вот у меня вышло два клипа, две песни, и я сейчас вот им дам немножечко покрутиться. Пускай познакомятся они со зрителем, дети познакомятся с этими песнями. А дальше у меня уже записана песня, на которую я скоро сниму клип. И тоже я запущу эфир, и мне очень приятно, если она будет на вашем замечательном канале тоже. Песни, клипы, выступления, все, в общем-то, достаточно стандартно. Очень хочется сделать сольный концерт после того, как это шоу точно-точно закончится. Хочется сделать в Москве. Пока не буду загадывать, на самом деле вообще жизнь настолько непредсказуема. Тебе поступают какие-то звонки, какие-то предложения. Ты понимаешь, что бы ты там ни думал, что бы ты ни планировал, обязательно будет именно так, как вот там расписано. И вот по большому счету даже ты не знаешь, чтобы звонят тебе, откуда ты говорят, вот сюда, вот туда. И ты думаешь, ааа, все, все, все пропало. Но зато что-то интереснее пришло. Поэтому не очень люблю вообще говорить о творческих планах. Творческий план у всех артистов стандартный. Показать свою музыку. И быть востребованным. Быть востребованным, да, найти своего зрителя. Делать и делать, делать, делать и делать. Вот, и поддержка нужна, конечно же, потому что, когда, нет, поддержка именно зрителя. Когда ты чувствуешь эмоцию, когда этой эмоции нет, считай, вот что бы ты ни делал, даже если ты спишь час в сутки, это вообще никого не волнует. Потому что ты можешь заниматься какой-то совершенно другой ерундой, или ходить по кругу по одному и тому же. И найти себя, и вообще не понять, в чем ты органичнее, или что-то делать недостаточно искренне. Пытаться, или пытаться, наоборот, все просчитать. Вот ты берешь, просчитываешь, и тебе кажется, нет, ну вот это точно пойдет. Нереально. На самом деле все должно быть искренне. Мы полагаем, Бог располагает. Поэтому, как бы ты что ни просчитала, что это выслит, а не выслит, вот это вот стоподняк хитяна будет. Нет, нет, нет. Все зависит как бы от сиюминутного настроения. Потому что, если человек приходит, как бы, да, я вот выхожу на сцену, да, там сидят люди, да, если сегодня утром доллар упал вверх, а он промочил себе белые брюки, у него угнали машину, то он придет, как бы, тут два варианта. Либо у него все будет в порядке, либо, в общем-то, он не оценил всех своих стараний. Поэтому, как сошлись звезды, главное четко, как поступает Лена, ежедневно, логически, опосредованно наполнять свою работу и делать это с душой. Логически, не опосредованно. И принято, что у нас тут кутора часа в сутки, я так понимаю. Просто вы не видите, у нас обоих красные глаза здесь, потому что мы рады вас видеть, дорогие друзья. Очень-очень, я же сосуды лопнутся отчасти, потому что мы рады видеть всех. Давайте прервемся в музыкальную паузу, а мы пока пойдем 15 минут по ссылке. Музыка строения продолжается. Мы до сих пор сами на самом романтичном канале Российской Федерации Russian Music Box. Дорогие друзья, у Елены тоже есть клип, и мы их покажем. У нас в костях Елена Максимова. Наша программа называется ВКонтакте Live, партитуры не горят. Поэтому, Елена, будьте добрыми, откажите любезности, если вас не затруднит. Ответьте на вопрос от поклонника, которого зовут Серчхио Пименов. Елена, есть ли у вас официальные сообщества в социальных сетях? О да, у меня есть официальная группа ВКонтакте, куда милости прошу всех-всех-всех. Знаешь, чем она отличается? Вот не то, чтобы отличается, но вот чем она такая вот? Накрученная? Не накрученная! Она живая! Я там очень часто бываю, мы всегда... Сомат? Да, конечно. Я всегда общаюсь со своими замечательными слушателями. Я их очень люблю. Каждого из них знаю по именам. Ну, конечно, не каждого, но в основном. В основном в своем большинстве активных, моих замечательных людей. И я с ними встречаюсь, и мы с ними встречаемся вот так. Чай пьете, обсуждаете? Чай пьем, играем. Мы что-то делаем там, не знаю, в городах. Много чего мы делаем вместе. Я сейчас узнал, что Сергей Зверев тоже встречается со своим фан-клубом, но они там чай не пьют. И как бы это... Ну, там веселее гораздо все. Вот. У меня очень душевно. Приходите, приходите, друзья, правда. Приходите, приходите. Приходите, приходите. Какие качества вы цените в людях, и что вас может расстроить? Что меня может расстроить? Вы вообще бываешь злая? Да. Гораздо чаще, чем добрая. Добрая! Как мои близкие говорят, что, в принципе, я очень злой человек. И, наверное, это правда. Ну, так, ну, правда, говоря так. Я не знаю. Ну, правда. Я себя не чувствую злой. Почему? Не знаю. Ты такая нормальная... Я пуссивная правда. Я просто пуссивная. Я пока-то... ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА ! Вот, дорогие друзья... Редко происходит. Следующий клип Елена Максимовна будет называться «Антидепрессанты». Хорошая песня будет, понимаете, Элениум, Элениум, это Элениум Максимиум, это мой следующий творческий псевдоним, новый проект. Вот это вот, Денис, к вам сразу же хопанький вопрос, Елена, вы встречаетесь с поклонниками? Ну, уже ответила, да, встречаюсь, встречаюсь с поклонниками. Тогда жду вас в 19-30, ну это просто он тоже быка за рога. Правильно, нет, абсолютно логично, встречаетесь, встречаетесь, окей. Как я вас узнала, я буду журналом Огонек, все замечательно. Журналом Огонек, да, у меня будет гореть рука. Какое приятное событие было у вас за 2014 год, самое приятное событие? Ну, естественно, участие в проекте Голос, естественно, и еще было масса приятных событий, выступления на открытии Олимпиады. Да ты что, мы пели Viada Champions на притшоу Олимпиады. Вот это я как-то, подожди, подожди. Было такое, притшоу на самом деле транслировалось не на первом канале, а на каком-то американском канале и на канале «Интовый спорт». «Бьёкс» как бы. В общем, я сказала, что я назвала все каналы, не знаю, можно ли. Так, погоди, а ты как бы, ты вот прямо вся такая в Боско как бы, да, пришла и спела. Ты знаешь, я была в Боско, я там ходила везде, такая деловая, на лыжи кататься не умею, и вообще зимними видами спорта не увлекаюсь. Каньки, я бросила! Боско в Умках вся такая модная, а потом мы вышли и спели Viada Champions, это было потрясающе вообще. Просто нереально. У нас звонок, Леш. Важнейших. Алё! 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 Нет, говорит так. Аллоэ! 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 Ксения? Да, здравствуйте. Ксения, здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, а я вот знаю, что именно была в числе финалисток в проекте «Голос», а хотела узнать, сейчас в каких проектах принимает участие? Спасибо. Ксения, здравствуйте, смотрите сейчас проект «Точно Точно» на первом канале, каждое воскресенье. Буду там вам махать ручкой и стараться для вас хорошо перевоплощаться. Спасибо вам, Ксения, за вопрос. Спасибо за вопрос. Да. Слушайте, прям вот реклама, реклама, реклама проекта. Так нормально, да как это разница? Слушай, пришёл… Смотрите, смотрите, телевизор! Реклама первого канала, это реклама. Вообще, смотрите канал «Музикбокс», где можно увидеть мой клик «Тебя не отключу». Однозначно. Мы в обязательном порядке его поставим, посмотрим, потому что я тоже хочу посмотреть, понимаете? Мы сегодня премьеримся. Это же важно, это такой волнительный момент «Тебя не отключу». «Елена Максимова, тебя не отключу». «Тебя не отключу». «Тебя не отключу». «Тебя не отключу». Хорошо, хорошо читаешь, молодец. Я старался как бы, да, у меня ещё три класса, пятый коридор. Вот, дорогие друзья, а давайте вот просто немножко романтики впустим, потому что вот Елена пообещала, что она будет махать Ксении ручки на шоу первого канала «Точь в точь». Вот, а я тоже на французском шоу «Гранд Батман» буду всем махать ножки. А пока мы на Russian Music Box посмотрим клип Елены Максимовой. Дорогие друзья, поехали. Как же легко звёзды с утра В небе большом стёрлись по тьмах. Счастье моё только вчера Грелось в твоих руках. Куда теперь вследую налегке Опять по небу синему бежать Нелепо, как девчонка на песке Мокрым барабьём дрожать А море так прекрасно, словно жизнь И к вечеру так ласково шумит Как будто шепчет, милая, держись Время больше не спешит Хоть бы на миг прошлого дня Смысл вернуть этим слезам Кто-то во мне Вместо меня Я предан твоим глазам Куда теперь вследую налегке Опять по небу синему бежать Нелепо, как девчонка на песке Мокрым барабьём Мокрым барабьём дрожать А море так прекрасно, словно жизнь И к вечеру так ласково шумит Как будто шепчет, милая, держись Время больше не спешит Куда теперь вследую налегке Куда теперь вследую налегке Опять по небу синему бежать Нелепо, как девчонка на песке Мокрым барабьём дрожать Не знаю, что мне делать и зачем Безадресно, бессмысленно ропщу Ведь это море знает, что ни с кем И больше никуда и никому Тебя не отпущу 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 Мне жалко Вот когда Кристина Агилера Ревела на арене, я не плакал А здесь, как ты знаешь, Есть атмосферная нагруженность И дядя Лёня, играющий на гитаре Леонид Николаевич убирал на гитаре и пел, и сочинил эту песню между прочим. Он красавчик. Есть в этом настроение. Даже как-то сердце чуть-чуть сжало все другие органы тоже, когда вот ножи, и я думаю, что ж такое такое. А ты понял, что там кидала ножи я сама в себя? Да, они все дебилы работают на музыкальном канале и слушают хип-хоп. А как ты думаешь, а почему? Вот как так вообще? Иногда даже не понимаю, как это моему любимому режиссеру Ирине Мироновой могла прийти такая мысль, что я сама в себя кидаю ножи. Слушай, а это нормально? Это переход от одного внутреннего состояния к другому внутреннему состоянию? Ну, сначала надо человека замочить, чтобы он перешел на другую ступень. Я раздавался, я живу не так, с понедельника новую жизнь, и хочешь сам себя уничтожить. И вот одна Елена Максимова уничтожает другую Елену Максимову. Спасибо тебе, друг. Все, Елена Максимову новая, как птица-фенец. Не как вот это... Реал-фенец. А знаешь, как сложно было стоять на вот этом круге? Или кругу? Шару. На шаре. На шаре. Просто Пабло Пикацио, девочка на шаре. Ты знаешь, что сзади стоял человек, который крутил вот эту историю, и ты вот так вот уже стоишь, и ты понимаешь, что если ты соскользнешь, нож просто возьмет от тебя вонзиться. У меня были раны, настоящие с кровью. Очень, между прочим, было страшно. Ну, с другой стороны, теперь ты готова как бы, да, если у тебя будет свободное время после точь-в-точь на первом канале, ты можешь зайти на поле чудес, вот так вот лечь и как бы, да, да, да. Понимаешь? И нож, неправильный ответ! Да, да, да. Майку боюсь сомором, она говорит, огурцы не принесла, и все. Нет, нет, он сделает по-другому. Нож мне куда-нибудь попадет, он скажет, так, а теперь унесите тело в музей капитал-шар. Ну, что ты хочешь. Хочешь посмотреть на Максимова, иди на первой. Хочешь посмотреть на Максимова прямо сейчас? Включай Russian Music Box, Вконтакте, Life, и я напоминаю, что у нас в гостях Елена Максимова. Потрясающе, очаровательное, восхитительное, достойное. И лично знает Леонида Абутина. Я знаю его телефон, но не смогу сказать телефон Леонида Абутина. Я не знаю телефон Димы Билана, не смогу его дать, если кто-нибудь еще раз мне пришлет в личку сообщение. Но на авито Елена выставила кресло Билана, в котором он поворачивался. Зарабатывать надо как-то ночью. Зачем ты в этом признался? Хорошо, что? Я на аватарку котика поставила. Котика? Только ты Билана котиком называешь. Все его называют Зайка, а ты его котиком. Ну что ж такое? Называй меня котиком. Слушай, а давай сделаем такой хит. Называй меня котиком. Знаешь, как пойдет? Еще как пойдет. А еще говорят, что нельзя просчитать хит. Можно просчитать. Называй меня котиком, вполне можно просчитать. А если я сейчас пойду в дирекцию, договорюсь о ротации, что heavy rotation 45 раз в четверг. Что мы сейчас на телефончик быстренько снимаем и пойдем. А я могу сделать так, что кроме рекламы овощерезки, ножеточки нашего клипа, вообще не будет на канале ничего. Понимаешь? Все, пойдем. Все нормально. Как полезно? Нужно ответить на один вопрос, поставить клип. А ты говоришь, скажите, какие ваши творческие планы. Да. Ты не знаешь, какие творческие планы. Ты пришел на эфир, постучал с прекрасным ведущим, с хорошим отцом, с прекрасным мужем, с замечательным человеком. Красивым, я не знаю, во всех отношениях. Приятным. А сколько научиться петь, пойти с Максимовой сделать дуэт и идти на голос. Проназывай меня котиком. У тебя там есть рэповая часть, у тебя там есть танец. А я еще ею делал. Вот. Это sample. Ты записываешь sample. То есть, ты уходишь на сцену, ты красиво поешь. Такое платье. Платье с такими палками. Туда уходишь. Да, там куча тонуса. Там работают, танцуют. Все дела. Стрит джаз. Там падает. Акробатика. И в определенный момент между вторым и третьим выступлением ты говоришь sample. Вот и выхожу я. И ухожу. Причем все будут все эти три с половиной тысячи минуты ждать этого момента. Да. Выходи, выходи. Они будут звук выключать. Они будут перед канал переключать. И только тогда по секундомеру они поймут, что сейчас видишь ты. И сделать вот это прекрасное движение. Вот. Являетесь вы родственницей своей полной тезки по имени и фамилии народной артистки России 1958 года Елена Максимова? Не являюсь, к сожалению. А еще я не родственница и не сестра-близнец артистки Максимовой другой, которая снималась в каком-то сериале. Я не помню просто. Полина, по-моему, ее зовут. Меня очень часто спрашивают, являетесь ли вы ее родственницей, сестрой, дочкой, внучкой или мамой. Вот нет такого. Я никакого отношения не имею к Полине Максимовой. На самом деле Максимова такая распространенная со мной. А еще она не сестра моего соседа Сереги. Максимова это по-любому как бы. Короче, не всем Максимовым Елена родственница. Я не сестра. Я не сестра и не брат. Елена, какой вы образ хотели бы воспроизвести в проекте точь-в-точь? На самом деле, хотелось бы воспроизвести свой образ. Потому что мы только сейчас с Родионом Газманом обсуждали, что может дать этот проект, помимо эфиров, каких-то вещей. Очень здорово будет найти в нем себя какую-то вот такую историю. Вот, допустим, ты делаешь каких-то там персонажей, лирико-драматических. Постоянно там руки заламываешь, что-то поешь. И ты видишь, насколько ты в этом себя комфортно чувствуешь, насколько зрительно это реагирует. И ты понимаешь, незачем одевать там какие-то короткие шорты или там оголяться как-то или что-то еще. Ну, неинтересно. А для кого-то может интересно. Кто-то это делает круто, кто-то безумно вообще харизматично и притягательно. А у кого-то как-то вот, ну, нет. Нет внутреннего такое ощущение. Кому-то надо обязательно гитару в руки взять. Кому-то надо там, не знаю, кинтохриптным голосом какой-то рок спеть. И вот ты ищешь тоже где-то какие-то в себе грани находишь. И потом берешь их на заветку, и потом после проекта они тебе обязательно понадобятся. И ты, бац, решил из романцев в рок податься. Ты понял, потому что когда ты изображал Бонни Тайлер, ты понял вот эту историю, что это твое, что ты без этого не можешь жить. Даже не важно, что тебе говорят, что ну это не ты, ну как, ну это не ты, это сто процентов не ты. Ты говоришь, нет, я лучше знаю. И ты начинаешь в этом жить. Потому что творчество это искренность. Так хорошо, что творчество на первом месте стоит у вас там. Так хорошо. Я прочитаю самую важную смс-ку, которая пришла нам. Потрясающе как-то, да? У нас пришла смс-ка от Дианы Максимовой. Мама, привет! И три сердечка. Мама, моя солнышко, привет! Ты знаешь, сейчас заболела. Пошлите, пожалуйста, все, лучики выздоровления. Не болеть, не болеть. Не болеть, в школу ходить. В школу ходить. Почему? В школу ходить. В школу ходить. Вечно. Не болеть, не болеть, не болеть. Полежи, парни еще. Полежи, парни. Школу, учиться, учиться, еще раз учиться. Дедушка, я сейчас договорюсь, Янка Кеда на Russian Music Box, я договорюсь с мамой сейчас. Дорогие друзья, это по-прежнему телеканал Russian Music Box, ВКонтакте Лайв. Меня по-прежнему зовут Антон Юрий, по рядом со мной очаровательная Елена Максимова. Clap your hands up everybody, дорогие мои. Ну, слушай, на самом деле, на самом деле, как бы, хочется это, знаешь, это у вас такая финальная подводка всегда, да? Хочется каким-то образом, чтобы ты выдала какое-то обращение к народу, да? Такое, знаешь, чтобы душа развернулась и, в общем-то, не сворачивалась до следующего этого прихода в этот эфир. Почему, соответственно? Потому что ты умеешь дарить людям теплые эмоции. Потому что у меня много внутри теплых эмоций, мне неизвестно, куда вообще их девать. Друзья мои, очень хочется с вами этим делиться, поэтому приходите, пишите, вообще обращайтесь с какими-то проблемами, потому что я очень люблю давать советы. Вот я считаю, что тебе нужно заканчиваться вот с этой историей и как-то вот, как-то поскромнее себя вести. Это меня вахтанг разъел, на самом деле. Убей в себе Стаса Михайлова, застегни первую пуговицу на лулашке. А на самом деле все серьезно. Я, правда, люблю очень общаться с девочками, с женщинами, с которыми мы обсуждаем, какие у нас хорошие, замечательные, либо не замечательные. Поэтому, друзья, приходите, пишите, давайте дружить, давайте будем вместе, потому что вместе вообще классно. Это всегда здорово, правда? Я согласен. В одиночку плохо, поэтому приходите к нам в группу ВКонтакте нашу замечательную и вообще пишите, это классно. Я всегда отвечаю, но не всем, конечно. Иногда приходят какие-то страшные картинки мне в личку, я не отвечаю. Иногда придумываю какие-то интересные ответы. Я не могу! 7 дней, это от меня все приходит, 6 дней, 5 дней. Сколько ты мне об этом не говорил, я не поверю. У тебя ничего плохого прийти не надо. Хорошо, хорошо. Давайте, как бы, ребятки, если хотите что-то плохое прислать. Ну, не, ну присылайте, только неприличное. Лучше приличное, правда. Ребят, главное, дружите, любите друг друга. Если ничего не хотите, ничего не пишите. Но, если что-то хотите, пишите! Пишите! Максимов, плохо ты вот это сделал, плохо! Я скажу, хорошо, спасибо, друзья. Это важно, потому что это ваши эмоции. Есть эмоции – хорошо, нет эмоций – плохо. Вот что эта эмоция рядом со мной стоит. Я зарядилась этим. Сейчас пойду на следующую съемочку. Буду там уже отжигать. А скажут, Максимов, помолчи, пожалуйста. Ты так много говоришь, тебя так много! Прекрасно говорит, прекрасно говорит. Дорогие друзья! Дорогие друзья, просыпайтесь каждое утро с улыбкой. Проводите день в отличном настроении. Забейте на все проблемы, санкции и прочую лажу. Вы по-любому достойны. Любви вам, удачи, бабла и приключений. Это телеканал Russian Music Box ВКонтакте Live. Меня зовут Антон Юрьев. Рядом со мной Елена Мацимова. Пока! До свидания! А скажи еще раз! Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok